Переведено по заказу garamba.tv.ru Ну да, я знаю, когда я вел прошлую передачу, то у меня были палевные мокрые подмышки, это было видно, когда я поднимал руки, как тут или вот здесь. Ну и что, все мы потеем, как Арнольд Шварценеггер или Брэд Потт, мать его, нахрен. Ага, ну теперь я пользуюсь специально для вас, дезодорантом для единственных мест, вот так вот. Ладно, шлюхи в сторону, первое у нас видео на сегодня, как два мороженщика бьют морды друг другу. Мистер Вкусные Мясо Сладкие, так я их назвал, глядите сейчас на это окно. Вот так мы вас обслужили. Вкусно обслужили. В Дэйли Ньюс эта ситуация была описана. Борьба на сфере мороженого между конкуренцией водителей переросла в нечто больше, чем борьба за цену. И все это из-за 10 пеней, я так думаю. А кстати, оператор затем подглядывает сквозь отодвинутую железу, будто за какими-то страшными бандами. Я представляю, если бы это были банды. Ты нас не увидел, мать твою. Если проболтаешь, сожрешь все мое мороженое в тачке, панел нахрен. Далее видео идет всего 12 секунд, это отрывка из кинофильма «Секундный взгляд», но какие эти секунды. Короче, главного героя зовут Дэн, и видать, он что-то такое дунуло, что такое выдал. Эй, Скотти. Мужик. Это все, 12 секунд. Если бы за мной была последняя фраза... Эй, Скотти. Мужик. Нравится мне это видео, и вы не подумайте, что мы все-таки дуем по-тихому и все такое, раз подрисовываем все время себе косички. Так давайте подведем итог. Если вы так же, как Зак и Фил, согласованы, значимы, красивы, общительны, я уже забыла, что может сняться такой хрень. Мужик. И кстати, если бы я был на месте Дэна, то я бы сказал немного иначе. Эй, Скотти. Что за нахрен? Или, может, слово мужик бы вылетело из моих уст вообще по-другому? Эй, Скотти. Мужик. Ну, если бы я был на месте Скотти, то я бы выдал совсем другое. Эй, Скотти. Мужик. О, хорош, да, я Саша, ну, или Александр. Воучи уже мое имя, наконец. Нахрен. Последнее видео на сегодня это необычный ролик, который залил какой-то укурс, чтобы намеренно поржать. Короче, это паук, не знаю, что он там делает, но на фоне ютюбное видео, и тут его допускают и происходит что-то такое. Напоминаю, это ютюбное видео, ютюбное, ютюбное, блин. И знаете что? Что это было? Реально, такое мог залить лишь человек, у которого проблемы, да и с пауком на мониторе. Я, честно, боюсь их, и не подумайте, что я там какая-то девочка. Мам! Мам! Помогите! Наплевать на паук отценить и фон, реально похож на последостные глюки, которые происходят после применения. Но это всего лишь ютюбное видео, так что вот и все. Вот так вот и все на этом, как говорится. Спасибо, ребята, что смотрели нас, оставили свой ник в скайпу, чтобы мне было с кем поболтать вечерком прямо внизу, а также напоследок мое коронное слово. Мужик. Выбираем девушку с футболкой дня. Мне повезло. Эй, как дела, чувак? Да, привет, Рей, как ты? Нормальный чувак, как тебя зовут? Рассел Кэрол, я из Техаса. Не дразнили в школе за фамилией? Да, немного. Чем занимаешься в каникулы? Ублажаешь себя или других? Да, бывает. Окей, хожу на теннис. Отличный чувак, чем еще занимаешься? О, конечно же, смотрю ровно три. О, смотри, как фанат, с кем смотришь мое шоу обычно? Ну, обычно один по каникулу, дома нет. Окей, есть девушка, парень, рука, собака, кошка, кукла. Да, есть девушка, очень люблю. Сколько у тебя лет, 16? Мне 20 лет, живу с родителями, учусь в колледже, хочу работать в одной компании, можно сказать, мечта детства. Ну ладно, желаю, чтобы твоя мечта сбалась, окей? Ладно. Ладно, мне тут нужно еще пару чувакам позвонить, так что пока, Расул. Окей, удачи. Подержите следы экологические заебывания. Спасибо. И гляньте мордобойный клип.